Девушки отдыхают Жить вкусно с Джейми Оливером Мы у Тернопа Это потрясающий маркет Здесь можно купить все, что душе угодно Здравствуйте, мистер Терноп Привет, как жизнь? Хорошо, а у вас? Ничего Ну отлично, мне нужен перец чили и банановые листья Вот чили вижу Банановые листья? Да А зачем они тебе? Буду готовить рыбу в банановых листьях с тайским соусом Вот, держи И как ты будешь готовить? Заверну в банановый лист Знаю, это выглядит непривычно Берете лист Промываете хорошенько Затем кладете в него приправы, кусок рыбы или мяса Заворачиваете И в духовку Пища пропитывается ароматом листа И очень хорошо запекается Я 20 лет их продаю и понятия не имею, что с ними делать Так, что еще? Лайм Лайм Вот, пожалуйста Лучший бразильский лайм специально для тебя Бразильский, это хорошо И мне бы еще немного манго Немного манго? Тоже из Бразилии Тут все из Бразилии? Да, мы многое получаем из Южной Америки Можно я вас немного разорю? Пожалуйста Вместе с коробкой Мне штук шесть Прекрасно Вот, кажется, все На здоровье Большое спасибо Где платить, знаете? Знаю Добрый день Добрый день, как дела? Отлично Друг, мне бы тушку с кватины Сделаем Что у тебя есть? Есть средние тушки Очень хорошие Плотные Мне надо накормить пять человек Сколько мне взять? Думаю, двух средних хватит Взвешу тебе две Это четыре большие пластины А ты сам порежешь как надо Спасибо Прелесть А можно сразу нарезать и вытащить хребет? Да, ради бога Чудо Спасибо, друг Большое тебе спасибо Добрый день Добрый день Привет, друзья Проходите Я здесь, наверху Ну, как дела? Все путем Ну, проходите Располагайтесь В холодильнике пиво Отлично Устроились? Хорошо Так вот, у меня сюрприз Когда ты мне сказал, что любишь острую пряную пищу Я решил вместо обычного блюда с карри Приготовить что-нибудь из тайской кухни Годица Значит, вы не против? Нет, наоборот Среди вас вегетарианцев нет? Нет Нет А где еще двое? Пока на службе Ладно, сейчас я расскажу, что буду делать Вот здесь у меня бараний и свиной фарш Я его жарю Фарш может быть любой Я его поджарил на сковородке С антипригарным покрытием до хрустящей корочки А теперь пустим в ход тайские приправы Вот тут у меня пять китайских специй Кладем две чайные ложки Чтобы добавить остроты и аромата Ну что, поймал кого-нибудь сегодня? Сегодня нет Значит, мы положили китайские приправы А тут у меня зубчики чеснока Вот тут у меня старая машинка Сейчас я выдавлю чеснок Так Отлично Замысел состоит в том, чтобы приготовить ароматное, острое тайское блюдо Выдавили чеснок Положили специи И, как вся тайская кухня, у нас получилось нечто острое, кислое и соленое Не хватает только сладости Поэтому я кладу Немного сахара Вот, поглядите, совсем чуть-чуть Чтобы присутствовали все виды вкуса Ясно? Да Теперь еще встряхнем И получится Замечательный вкус Что я теперь делаю? Креветки У меня есть хорошие креветки Уже вареные И можно их немного подогреть И они впитают в себя все ароматы, которые есть на сковороде А еще добавим земляные орехи В тайской кухне земляные орехи очень часто используют Две горсточки Вот такой у нас получился соус для тайского салата Давайте немного встряхнем И посмеемся Не слышу Так, великолепно А здесь у нас рисовая лапша С ней все очень просто Покупаем ее в тайском магазине Или в супермаркете Заливаем горячей водой И она становится мягкой За 3-4 минуты Рисовая лапша Очень хороша для салатов И как гарнир к мясным блюдам Я подержал ее в воде И опрокинул в дуршлаг Вот так Думаю, вам понравится Сейчас мы будем все соединять Плюту я выключаю Это блюдо не должно быть чересчур горячим А только чуть теплым Видите? У меня получились такие аппетитные Ароматные кусочки Добавим мяты Зеленого лука И кинзы Всю зелень я вымою И мелко порежу Как будто мы в отпуске Вы были в Таиланде? Нет И я не был Но из фильмов и книг Мы знаем, что тайцы Умело работают ножом Быстро-быстро И пользуются старинными ступками Мне бы Хотелось там побывать Вот так Так Зеленый лук Немного мяты Совсем чуть-чуть Горстку мелко порезать Впрочем, зеленью Ничего нельзя испортить, верно? Конечно Да И я так думаю А многие боятся зелени Не надо, не жалейте зелени Значит, положили кинзу Хорошую пригоршню И еще вот этого добавим А теперь я Сложу все в миску Так вот, друзья Для настоящей Тайской заправки К салату или к другому блюду Вам нужны Что? Чили Имбирь И лайм Это необходимые ингредиенты Как у нас морковь и лук для супа или рагу То же самое у них перец и лайм Давайте мелко порежем чили И снова Поработаем Старым добрым ножом А если пальцы будут щипать или вдруг зачашется глаз? Да, но Ты же видишь Я практически до него не дотрагиваюсь Рубишь вот так Потом в другую сторону Все за тебя делает нож Вообще Резать надо только ножом Руки тут ни при чем Понятно? Высыпаем чили А теперь берем имбирь Вот Его надо натереть Нам нужны две столовые ложки тертого имбиря Имбирь, кстати, потрясающий Такой свежий Легко трется Иногда в нем попадаются жесткие волокна Так вот, надо следить, чтобы этого не было Чтобы волокна не попадали Натираем одну только мякоть Еще одна маленькая тайна Что, волокна? Ну да Ну вот Имбирь натерли Тайцы в своих кушаньях редко используют кинзу, мяту и чили Но во всем нужна умеренность Чтобы, так сказать, ничего не выпирало Что дальше? Теперь секрет лайма Я стараюсь покупать только качественные продукты Но бывает, купишь лимон или лайм, выжмешь его, а сок у них Так вот, чтобы лайм дал больше сока Надо, как следует, его придавить к столу и покатать Ну-ка Сынок, займись этим Сразу почувствуешь аромат Видишь, у меня рука масляная Если выдавить капельку в косметический крем Говорят, очень хорошо для кожи Потому что масло лайма добавляют в креме, на который женщины тратят немыслимые деньги Вот, поглядите Мы выдавливаем сок лайма Его очень много Мякоть выпадает Можно было бы на 30 секунд положить его в микроволновку Но, как вы догадываетесь, у меня ее нет Я микроволновкой не пользуюсь Ну, ясное дело Превосходно Замечательно Теперь Немножко Оливкового масла А теперь Высыпаем все в посуду Поверх зелени Вот так Надеюсь, вы умеете есть палочками Ничего У меня есть вилки Тщательно перемешиваем Когда был жив мой дед Я водил его в китайский ресторан А дед у меня сражался на Второй мировой Мы с ним заказывали вертящийся столик И он так боялся, что ничего не сможет съесть Потому что не умел обращаться с палочками Бедняга думал, что его не накормят Теперь наливаем немножко соевого соуса Потому что мы ведь ничего не солили А соль требуется Но вместо нее можно использовать соевый соус Или соус к рыбе А теперь мы опять Все хорошенько Да Надо было взять в миску побольше Какие краски, да? Красота Итак Выглядит очень живописно Солнышко, поставь на стол, пожалуйста Ваше здоровье Вот мы и приготовили классное блюдо Объедение Вот здесь у меня имбирь Очищенный имбирь толщиной в два пальца Сейчас я порежу его Чтобы не тратить времени А если все делать по правилам Я бы положил его в комбайн Ну ничего и так сойдет Значит Имбирь А потом Чеснок Чили и лимонная сорга Сейчас мы Мелко порубим Чили А потом еще потолчем его Чтобы получилась вкусная тайская паста Которая Очень хорошо идет к свинине Курице, рыбе Ко всему Так, готово Вы когда-нибудь умели дело с лимоном сорга? Оно похоже на бамбук Но имеет приятный лимонный вкус Его сейчас продают в супермаркетах Если его Потолочь И залить водой Получится Классный лимонад Представляете? Порубили мелко-мелко А вот У меня ступка и пестик Самая старая кухонная утварь на свете В ней есть что-то библейское Даже в первобытные времена ими пользовались Камень и дерево И сейчас я хорошенько Это Растолку Чувствуете, какой запах? Получилось у нас Паста из имбиря и чили Теперь еще немного Кинзы Полпучка Я люблю зелень В супермаркете такой пучок стоит 80 пенсов Лучше покупать на рынке Иногда люди говорят Не получилось так, как в тайском ресторане И все потому, что зелени пожалели А мы не пожалели Так Я хорошенько потолок кинзу И туда же Положим Лайм Два больших лайма Я вам открою секрет Тайцы Иногда кладут цедру Мы, как правило, выжимаем сок и лайма И лимона Но от цедры аромат гораздо сильнее Так что я потру туда немного цедры Но, сами понимаете, цедра только зеленая То, что белая, тереть не надо Белая кожура горчит А зеленая очень вкусная и ароматная Ее не бойтесь использовать на кухне Цедру выбрасывать жалко Я всегда пускаю ее в ход Значит, берем половинку лайма И Выжимаем сок на пестике И как завершающий штрих Все хорошо перемешиваем Замечательный маринад для отбивных Для свинового филе Куриных грудок Рыбного филе Для приготовления в гриле А теперь следующий шаг Добавим немножко кунжутного масла Оно очень пряное Чайную ложечку Оно придаст такой орехово-копченый вкус Еще у меня есть кокосовое молоко И его туда нальем Полбанки И немножечко Поболтаем Вот мы все и перемешали Теперь попробуем Не добавить ли чуток соли Можно добавить Но по тайским законам Лучше заправить соусом к рыбе или соевым Примерно столовую ложку Перемешали Как следует Паста приобрела другой вкус Вот гораздо лучше А теперь Достаем банановые листья Которые продаются В тайских магазинах В восточных магазинах В китайском квартале В крупных английских городах Обязательно есть большие восточные магазины А уж если не нашли Можно взять виноградные листья Тоже вкусно получится А нет виноградных Заверните в фольгу Совсем просто Но конечно хорошо готовить Как в Таиланде Ведь банановые листья Имеют такой неповторимый аромат Сейчас я Разрежу На ровные прямоугольники Этот банановый лист И в них мы И завернем Наше блюдо Вот так Теперь Зажигаем газ Да выглядит странно Но доверьтесь мне Это добавляет вкус Вот смотрите Все изменилось Выделился жир Видите как заблестело А пахнет Вот понюхайте какой запах Он дал сок Да Потрясающе И в них мы будем заворачивать рыбу Да для Эдена Каждый день это муторно Но если к тебе в гости пришла теща Или ты пригласил друзей И хочешь их поразить Не поленись съездить в китайский квартал И купи все подлинное Вот так А теперь Берем рыбу Я купил Четыре куска филе с квотиной С квотиной очень хорошо подходит Но можно взять и треску И пихшу И другую белую рыбу Или курицу Или свинину Этот рецепт для всего подходит Я попросил ее обрезать Ни костей Ни шкурки Сейчас я порежу их пополам И еще раз пополам Получатся вот такие медальоны Теперь берем Ложку Пестик убираем На середину бананового листа Положим пасту Немного сюда Немного сюда И немного сюда И эффект получится как в пароварке Не важно запекать мы будем или жарить Филе белой рыбы впитает все пряности Давайте хорошенько Ее уложим Положим в середину по пуску Что, потекли сленки? Я знаю, вам понравится Тоже мне Ты удивил Так Замечательно Самое приятное, что она ко всему подходит Я люблю такие Универсальные рецепты Берем еще пасту Кладем сверху И сюда И сюда И сюда Ну, вперед, сынок Займись, дорогая Чтобы ничего не пропало До последней крошки Для смеху можно немного Сверху Кинзы Посыпать Совсем чуть-чуть И Розмарин Можно Заколоть палочками для коктейля Но я Парень деревенский Я люблю Сделать шпажки Из веточек розмарина Розмарину нарвешь В чьем-нибудь огороде И воткнешь Как булавку А хозяин будет доволен Что ты сделал ему прополку Что? За это можно загреметь? Ты арестуешь парня За то, что он нарвет Розмарину в чужом огороде? Нет У меня работа творческая Отлично Так Это мы напишем в учебнике Если у вас нет зелени Нарвите на грядке у соседа Что, нехорошо? Вообще-то нехорошо Ладно, сдаюсь Отрезаю стебель наискосок А ведь это я в книжке напечатал Теперь Заворачиваем банановый лист Наподобие подарка Сворачиваем вдвое Потом Опять вдвое Теперь немножко Подровняли Вот так И еще раз Берем веточку розмарина И закрепляем Где-то лист может прорваться Где-то потечь Но это не страшно Все равно будет красиво Так, следующий Складываем еще раз Как подарок Я не мастер заворачивать подарки Но худо-бедно завернули Складывайте вот так Давай, сынок Отлично И последний Складываем Еще раз Честно говоря, даже хорошо Когда они выглядят Немного неказисто Это деревенский стиль Так что Неудачи быть не может Кладем их на противень Запекаться они будут Минут 15 При температуре 220 градусов Если продержите дольше Ничего страшного Они же на пару Не пересушите Если вы начинающий кулинар У вас тут есть небольшой люфт Итак Ставим в духовку На 15 минут Я к ним подам Немного риса Сваренного на пару Обыкновенный рис Ничего особенного Выпьем аперитив Потом поедим Где же твои коллеги? Должны вот-вот прийти Да? А сейчас я сделаю Традиционный напиток Южной Индии Под названием Манго-латте Для этого Изумительного напитка Нужны 3 спелых манго Срезаем с двух сторон А косточку отбрасываем И ложкой Выскребаем мякоть Кладем ее В комбайн Или в блендер Перемалываем До однородной массы Теперь добавляем Баночку натурального йогурта И пол-литра молока Подсластим по вкусу Сахарной пудрой Если хотите усилить аромат Как делают в Индии Добавьте чуть соли И несколько семечек тмина Разлейте по стаканам И наслаждайтесь Будь добра, моя радость, открой Сейчас Пей, друг Твоим детям тоже понравится С утра очень освежает Привет, ребята, как дела? Ничего, живы Сменились дежурства? Да, привет Мне как-то не по себе Когда вокруг столько полиции Ну что, поедим, ребята? У меня все готово Салат, сейчас рыбу вытащим Есть рис А пока берите стаканы И начнем Вы как раз вовремя А пока берите стаканы Не слишком пряная получилась? Потрясающе. Ну и хорошо. Увидимся. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова